Здравствуйте. В Республике на этой неделе активно обсуждали три события. Акт вандализма у Вечного Огня, смену состава правительства и задержание двух наркодельцов Ижавского разлива. Что обо всем этом думает министр внутренних дел Подморской Республики Александр Первухин, узнаем прямо сейчас. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Здравствуйте, Екатерина. Я знаю, что вы ежегодно перед депутатами отчитываетесь в рамках федерального закона о полиции. И пресс-служба на сайте МВД Подморской Республики, подводя это к вашему докладу, сообщает «Принятыми мерами по противодействию преступности, обеспечению правопорядка и профилактики правонарушений на обслуживаемой территории, сохранена стабильность в регионе». В связи с этим вопрос. Вам не только как руководителю ведомства, а как гражданину. Что особенно дорого из того, что было сделано в 2013 году? Особенно дорого. Наверное, все-таки дорого отношение населения, которое меняется в лучшую сторону полиции. Это самое дорогое. Я считаю, что те новеллы, нововведения, которые мы смогли претворить в жизнь, это и фиксированное время прибытия на место происшествия, это и такие моменты, как смена обмундирования почти полная, это моменты, связанные с воспитательным действием личного состава. Они позволили им. Ну и, конечно, постоянная работа. Люди видят, что полиция не бездельничает. Что есть результаты. В связи с этим, какие цифры вы приводили, не все, конечно, прошу повторить, да, но какие-то очень яркие, показательные по результатам работы за минувший год? Нет, ну яркие какие. Во-первых, в условиях снижения значительного почти на треть личного состава мы смогли количество преступлений раскрыть больше, причем тяжких и особо тяжких преступлений. Очень много прошлых лет преступлений. Мы смогли выявить почти на 600 преступлений больше по линии наркомании. Я считаю, это знаково. Мы смогли снизить активность семейных дебоширов, в быту несколько приостановить вал преступлений, в жилом секторе. Меньше стало преступлений на улицах почти на 10%, в общественных местах. Я думаю, что, ну и впервые у нас совершено в новейшей истории России с 90-го года меньше 27 тысяч преступлений. Впервые остались нераскрытыми меньше, чем 10 тысяч преступлений. Вот это знаковые цифры, этапы, рубежи. Александр Сергеевич, я знаю, что разговаривая с депутатами, отчитываясь перед ними, вы говорили о программе «Безопасный город». В связи с актом модализма у вечного огня эта программа как никогда актуальна. Стоят ли там камеры? Возможно ли поймать этих негодяев и как-то привлечь к ответственности? Что вообще в этом вопросе? Ну, я, во-первых, не хочу цепляться за фразы. Ловят мух. Их нужно изобличать, задерживать, доказывать их вину еще, в первую очередь. Я вас уверяю, и не только я, мои коллеги из других структур правительных, ФСБ, прокуратуры считают делом чести установить злоумышленников, какой бы личиной они не скрывались, какими мотивами они руководствовались. И ведя камеры, конечно, нам бы очень помогли. Несомненно, не только стоящие у вечного огня. Мы же изучаем успешный опыт изрубежных коллег и городов, которые в свое время установили требуемые системы видеонаблюдения. Есть же пути отхода преступников. Ну, хорошо, не было бы у вечного огня, допустим. Ну, так получилось, три видеокамеры, все не работают. Три года не работают, о чем мы бьем на бат тоже три года. Три года не работают видеокамеры у вечного огня. Но есть же, это же все-таки центр города. Преступники не улетели на вертолете. Они как-то шли, почему отсутствие видеокамеры на других центральных улицах, на видеокамерах у той же резиденции, у самого госсовета и прочее. Есть понимание, есть простая полицейская работа, которая требует технических средств. Если мы сократили почти на три тысячи личный состав, если мы не можем сейчас себе позволить выставить постовых, допустим, по 15 постов на район, а выставлено только 10, значит, нужно чем-то заменять. А этого не делается. И я об этом говорю уже три года, сколько здесь нахожусь. Как финансируется программа «Безопасный город»? Она финансируется урывчато, так скажем, или отрывисто. Последнее финансирование, серьезное, было еще до моего прихода. Было достаточно около 70 миллионов на различные видеокамеры, системы тревожных кнопок. И так получилось, что деньги, если не на ветер выброшены, то, по крайней мере, используются неэффективно. Сначала установили, потом перестали обслуживать. Все это пришло в негодность, почти все, две трети. И тогда, получается, зачем деньги тратили? Что дальше, Александр Сергеевич? Ну как что дальше? Развести руками, неэффективность? Развести руками, есть хорошая программа, хорошие предложения. Есть программа «Максимум», есть программа «Минимум». Программа «Минимум» в прошлом году реализовал город Ижевск. Хотя ни одной столицей Удмуртии живет республика. Есть другие города большие, стотысячники. Но, тем не менее, город Ижевск реализовал. Они нашли в своем скудном бюджете, скромном бюджете, так его назовем, 9 миллионов для разработки хорошей программы. Но для того, чтобы ее реализовать, нужна помощь республике. Мы, республике, предложили хороший выход, серьезный. Сейчас идут денежные средства от штрафов. И люди, наверное, ошибочно полагают, многие, по крайней мере, что эти штрафы поступают на счет ГИБДД или полиции, ничего подобного. Они в республикатский бюджет идут. Мы попросили только лишь одно. Давайте их выделим не МВД, эти деньги, а выделим их на программу «Безопасный город». Причем программа «Безопасный город» — это только начало. Ну что такое «Безопасный город»? Что такое 100 видеокамер, то есть дополнительно еще, получается, 70 видеокамер к имеющимся? Это же капля в море. Потом идет дальнейшая подпрограмма. Там уже выступают отдельные провайдеры, управляющие компании. Правда, «Безопасный район», «Безопасный двор», «Безопасный дом» — все это должно быть взаимовязано. И вот тогда мы, на самом деле, будем говорить людям, нашим потребителям, потребителям госуслуги. Потому что «Безопасность» — это все-таки госуслуга. Если, я ведь не зря говорил, что если мы строим детские сады и школы и говорим об этом, мы должны прямо сказать, что да, школа построена, да, детский сад есть, но он не оборудован современной системой безопасности. Вы это имейте в виду. Если застройщики, в том числе и частные, строят микрорайоны целые, мы должны прямо сказать, что да, вот у нас тут нет систем видеонаблюдения, не выведены они на мониторы дежурных частей полиции или частных охранных предприятий. И тоже это, наверное, снизит активность покупателей. А мы же, получается, не доделываем свою работу общую для людей. Я еще раз говорю, что видеокамеры и вообще система «Безопасный город» для современного города, любого, а уж тем более столицы субъекта, 19-го по численности, это такая же необходимость, как светофоры, как дороги, как провода. Это реалии современного города. Что ждет наркодельцов, которых задержали в Жевске, громкое сдержание, об этом сообщили все средства массовой информации. Что вы думаете об этом? Я хотел бы поздравить своих коллег, во-первых, с наркоконтроля, с управления. Это их разработка удачная. И я считаю, что что ждет, это понятно. То же самое, что и всех наркодельцов. Но эти наркодельцы были обличены властью определенной, доверием населения. Кроме того, по своим должностным обязанностям им было вменено воспитание молодежи. Если амфетамин – это воспитание молодежи, тогда ждет суровое наказание, я уверен. Самое суровое наказание законодатель устанавливает для таких деятелей в огромные сроки пребывания в изоляции. Их ждет длительный период раздумий, я так понимаю. Как вы в целом можете оценить работу ваших коллег, которые занимаются противодействием наркотикам? Ну, вы знаете, это, например, некорректно. У них есть свой генерал, который мы способны оценивать. Я оцениваю так, что последний год данное ведомство стало работать намного более наступательно. Кроме вашего выступления, на последней сессии Государственного совета были объявлены новые кадровые изменения в правительстве Эдмурской Республики. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что вообще принцип любого развития, их два принципа любого региона, любой системы, это сменяемость кадров, ротация, разумная сменяемость и конкурентность. Я считаю, что в правительстве Эдмуртии моменты, причем они же были не глобальные, эти изменения, моменты ротации, моменты конкурентности стали присутствовать, чего ранее не было. Я приветствую, я причем очень неплохо отношусь к тем, кто закончил свою деятельность в номерном посту, но я любую ротацию, позитивную и разумную, я приветствую. Так что я считаю, что я не знаю тех людей, которые назначены на новые посты близко, но я думаю, что у Александра Васильевича гигантский опыт, и он уж точно не ошибается в своих действиях. Причем они не мгновенно, два министерства из более чем двух десятков, полутора десятков, это немного. Он внимательно присматривается к работе правительства. Есть надежда, что эти люди более внимательно отнесутся хотя бы к программе «Безопасный город». Мы должны все сделать, а безопасность общественная для людей не менее важна, чем экономические показатели, чем возможность иметь качественную, высокоплачиваемую работу, чем здравоохранение. Поэтому я считаю, что это 4-5 китов, на чем зиждется доверие населения к своему руководству. Спасибо, Александр Сергеевич. Это была программа «Экспертное мнение». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова